Друзья, привет! Меня зовут Любомир Борода и это мой канал. Сегодня я подумал, что наконец-то пришла пора снять очередной влог, потому что появилось на камере некоторое количество отснятых кадров, а я все никак не могу заняться монтажом. Связано это с тем, что сейчас снимаю небольшой проект, хочу показать людей города Николаева с разных сторон, интересных людей. И вот вы, наверное, видели, я делал программу, она называлась «Один день с Яной Беляевой». Очень интересный получился выпуск. Кто не смотрел, посмотрите, пожалуйста, ссылочку оставлю в описании. Теперь я делаю «Один день с Юлией Викол». Юлия Викол – отличная девушка, это бизнес-тренер. Она проводит офигительные тренинги по личному бренду, по умению выступать публично. Собственно, рассказывать вам не буду. Я покажу сейчас несколько моментов, как проходит съемка. Ну а сам ролик ожидайте, ну, примерно числа 10 октября. Летомер борода зажигает города, смотри сюда. Вообще, смотри, я вот как вот вижу, я думаю, что сделайте несколько сюжетов разных. Да, я их все подумала. Сюжеты с беседой с тобой будут техники, они расцелены на как бы разные темы. Поэтому была мотивация, я не могла опоздать. Очень мотивирует какие-то ранние встречи или тренировку, если я утром ставлю. Планирование дня с вечера. То есть, вот я вечером ложусь и пишу себе, ну, то есть, у меня был Evernote, у меня был ежедневник. Сейчас я просто беру заметки и в заметки пишу, там, стоматолог Юра. Были варианты такие, но как-то почему-то нет. Ну, то есть, пошла работать, у меня был опыт вот эти позвонишки. Я посчитала количество новых заведений, их 20. 20 заведений в этом году. Это о чем говорит? Что есть люди, которые здесь работают, зарабатывают достаточно денег, которые инвестируют в бизнес. Стояно что-то открываешь? Поэтому говорить о том, что здесь ничего не происходит, мне кажется, это не объективно. И есть события, понятно, не так, как в Киеве. Но мы начинаем. В последнее время столкнулся с тем, что бренд Xiaomi все-таки не такой прям шикарный-прешикарный. То есть, в принципе, он оправдывает себя за свои деньги, но все-таки все ломается. Когда-то, ну, начиная, два года назад, наверное, я купил себе вот этот телефон Xiaomi Redmi Note 3. Вот, он классный, он до сих пор работает, в принципе, полный функционал. Но я столкнулся с проблемой, что у меня очень быстро разбилось вот это вот гнездо, расшаталось очень быстро гнездо, и, соответственно, стала выпадать зарядка. Потом он цеплял на себя кучу различных вирусов, хотя я не посещаю порно-сайты, и не могу открыть никакое приложение, пока не прочитаю какую-нибудь там рекламу, то, что моему телефону каранты. Вот, а для того, чтобы исправить эту проблему, надо его перепрошить, а перепрошить надо через гнездо, которое разбито. Вот, плюс он у меня падал, и... Это сейчас он в чехле такой более-менее нормальный, как бы, а он у меня падал, и вылетел из своего непробиваемого алюминиевого корпуса. Но фоткает он отлично, как бы, со своими функциями, как заданиями, задачами справляется. Но обидно вот то, что вот расшаталось гнездо, да, и куча вирусников. И я не знаю, что с этим делать, короче. Я сейчас заказал себе новый, опять же, Xiaomi. Он будет меньшим размером, но у него будет 3 гига оперативки, 32 гига внутренней памяти, также 2 симки, и, собственно, еще можно будет поставить туда карточку аж до 120 гигов, если рискнуть одной симкой. А еще говорят, что есть какие-то дельцы на YouTube, я просто пока не смотрел, которые учат, как оставить 2 симки и еще поставить память. Но это я все буду делать. Это не реклама Xiaomi, я просто делюсь с вами тем, что вот столкнулся с такой проблемой. Почему я захотел вам это показать? Потому что вот эта вот гарнитура Xiaomi, которую я хвалил буквально год назад, одно ухо стало работать в 3 раза тише, чем вот это ухо. Я думал сначала, что у меня проблемы с плеером, потом я его поставил и в телефон, и в плеер, и, короче, вот такая вот фигня. Дальше еще у меня с собой нету, я заказывал Bluetooth гарнитуру как-то, и даже несколько роликов, помню, снимал, с ней был такой доволен. Эту гарнитуру больше не видит телефон. То есть она тоже вышла из строя, поэтому с этим надо согласиться. Опять же, если мы посмотрим на технику Apple, пускай там iPhone, их все покупают, они работают долго, но iPhone так себя перевыпускают и добавляют функционал, что люди тоже через 2 года меняют этот телефон. Поэтому я считаю, что там 2 года срок службы Xiaomi, который все равно еще работает, но его приходится поменять за те деньги. Я думаю, в принципе, он оправдал себя. Буквально на днях мои хорошие друзья Игорь и Ира пригласили меня на фотосессию их магазина. Они открыли магазин Freedom в Николаеве, он находится на Лягино 8. Магазин концептуальной одежды от украинских дизайнеров. Там очень интересные вещи, как бы они очень необычные. Ну и магазин, соответственно, называется, да, там Свобода, Freedom. Вот, пригласили меня пофоткаться, принял участие в этой фотосессии. Для меня это такой очень необычный образ. Собственно, что я буду вам рассказывать, давайте я вам покажу, какие фотки получились. Короче, смотрите, я сделал такую небольшую нарезочку, слайд-шоу. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вы вообще любите андеграунд-сцену? Вот я, например, был недавно на таком концерте. Формат этого концерта вы могли видеть в моем самом первом влоге. Я как раз ходил на такой же концерт и врывался в толпу, слымился там и дичайше угорал. В этот раз я тоже сгонял на такой концерт, не слымился, просто его поснимал на камеру и заливал выступления каждой группы на YouTube. Если вы не видели, я тоже оставлю ссылочки под этим роликом, чтобы вы посмотрели выступления каждой команды. Что я хочу сказать? Были такие отзывы, да, у меня уже в YouTube, что это там не мое, это там не зашло, это непонятно что. Но давайте попробуем разобраться. Сейчас все вылизано, все красиво, все шик-блеск, все с таким эпатажем как бы делается. А тут наоборот, тут ребята подошли ко всему очень интересно. Сняли кафе-бар, диско-бар «Метелица» у Николая. Это здание Дома культуры. Соответственно, там своеобразный антураж, не было никакого суперзвука. Там еще парни просто привезли по минимуму звук, на котором репетируют, и сделали концерт. Были гости из Херсона, из Одессы, две группы выступали, две группы Николаевских. Плюс, что я могу сказать, то, что вся публика, которая там присутствует, практически была трезвая. Если кто-то попил немножко пивка, ну, как бы это даже особо не замечалось. И вот вы посмотрите, ту мощь, да, ту энергетику, которую несет публика, да, она отдается на 90%, полностью врывается как бы в слэм, в мош и выплескивает свою энергию. Это то, чего людям не хватает, да, почему созданы, всегда создавались бойцовские клубы, чем живет около футбол. То есть мужчине нужен адреналин, мужчине нужен выплеск энергии. В каждом из нас таится что-то такое, что хочет вырваться наружу, но нас сковывает общественное мнение, да. Мы можем только, вот забравшись в горы куда-то или там, где нет никого, громко-громко крикнуть, да, набрав там полную грудь воздуха. Тут происходит то же самое. Вы попадаете в атмосферу, в которой всем насрать, как вы выглядите, и что вы делаете, и вы отрываетесь. И поэтому такая андеграунд-сцена, такие мероприятия, они очень уникальны. И как бы я считаю, что это, ну, как вот по мне, это нужно посещать. Надо найти, прийти, увидеть и охренеть. Собственно, давайте я вам покажу маленькую нарезочку, как это было, а кому будет интересно, каждая группа, я нарезку по ним сделал, немножечко так оформил. По каждой группе в YouTube есть ролик, ссылочки под этим роликом я вставляю. Можем им контр-аргументы, пока. Юра Хой был прав. Жильт прав. И умер он, да? Не знаю. Можем им контр-аргументы, пока. Можем им контр-аргументы, пока. Можем им контр-аргументы, пока. Началась осень, и, соответственно, вместе с осенью начался сезон соревнований у моей дочки Жени. Прошлый год мы весь сезон отъездили по соревнованиям, она заработала 11 медалей за сезон. Тогда это был фантом Кумите, и у нее был возраст до 8 лет, сейчас ей уже 8 лет, она перешла в категорию Кумите девочки 8-9 лет, и там уже надо драться. Мы ездили в Идиополь, а там большой зал, 6 татами, все одновременно работают, в микрофоны громко что-то все говорят, объявляют, ей уже Женя, давай, сейчас вот уже твой бой. Она все распереживалась, слезы текут, ну и, соответственно, первый поединок был вообще, как бы, ну видно, что ей было просто трудно собраться. Второй, она уже немножко пришла в себя, тоже проиграла, но там была командная Кумите, и, соответственно, они командой заняли второе место, все равно получили медальки, дипломы. Я думаю, что мы восстановим свои силы и вольемся, как бы, в эту новую категорию, и тоже будем нормально себя там чувствовать. Ну, а, собственно, как мы ездили в Идиополь, у меня есть небольшая нарезочка. Мы приехали в Идиополь на Кубок Черного моря. Что делать? Рвать? Рвать всех! Всех рвать! Как себя чувствуешь? Давай два на голову, дай якуш. Передай привет подписчикам. А соперница есть? Это будет классный влог, я вам просто достоверзаю. А что ничего не выпало? Интересно. Забуду имя любимое мое, твое имена, имя любимое твое. А, любовь моя. Ну, ничего не. Имя любимое мое. А, нет, 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 нет. Патрик, 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 Патрик. Играй, молчан. А-а-а! Кабарова. А-а-а! Таби! А-а-а! Ой, извините. Че? Ля-ля-ля-ля-ля. Про Руслана совсем забыл. Руслан из Чайной Чаюн, про который я время от времени вам рассказываю, показываю, переехал со своего места в центр города. Теперь он на улице с Паской 45. Кто живет в Николаеве, должен знать это место. Это прям самый-самый-самый центр. Расположился Руслан в Cinema Cafe. Теперь у Руслана, помимо того, что можно попить чайку, можно еще посмотреть какой-нибудь фильм. Вот. Плюс там много всяких игр настольных интересных. И, соответственно, можно играть в игры, пить чай, смотреть фильмы. В общем, классно. Кто живет в Николаеве или гости Николаева, обязательно запомните, чайный клуб Чаюн находится на Спаской 45. Это прямо рядом с улицы Соборной, за цветочным рынком. Ну, это такое место, которое вот реально, если вы будете в городе Николаеве, ну, стоит заценить. Там уютно, классно. Да, там можно покурить кальян и даже попить кофе. Ну, соответственно, я рассматриваю это место в рамках чайного клуба. Еще немножко про магазин Freedom, для которого я участвовал в фотосессии недавно. Там состоялась беседа со мной, потому что этот магазин сейчас начинает серию бесед живое общение с дизайнерами, чья одежда, чья продукция представлена в этом магазине. Вот. И магазин Freedom попросил у меня мои браслеты из паракорда. Вот. Я сделал несколько браслетов, брелочек для того, чтобы посмотреть, зайдет это людям, не зайдет. Собственно, оно там есть. И магазин сделал как стартовую беседу со мной. Вот. Я поучаствовал в этом проекте. Мне было интересно. Там людей было немного, но это была теплая, уютная встреча. Я рассказал о своем увлечении, о паракорде, об изделиях. Мы посидели, попили кофе, пообщались. В общем, браслеты там есть. Кому это уже интересно, на Лягина 8 их можно купить. Вот. А как проходила беседа? Опять же, я залил ролик в YouTube. Полностью всю беседу. Там, конечно, надо будет увеличить громкость звука колонок, чтобы услышать. Потому что я снимал просто, ну, статично поставил камеру, и эта беседа записывалась. Без всякого монтажа, без всего. Опять же, ссылка под роликом. Маленький фрагмент. Пожалуйста, смотрите сейчас. То есть, солдаты американские стали плести браслеты. Стали плести браслеты. Какие цены в Кобра. Это самое такое. Оно распространенное. Вот как вот это, да. Такое здесь декорировано. Без декора. Прилели такие браслеты. И есть система крепления. Называется петля узла. То есть, плеились вот такие вот узлы. Называется кельская кнопка или бриллианты узла. С одной стороны. А с другой стороны, взяли из петля. И, соответственно, их узлы входят в петлю. И тем самым, как бы, самодостаточный браслет. То есть, фон у тебя всегда на руке. Возьмите.